У нас есть еще один интересный доклад. Георгий Николаевич Курсей, доктор физико-математических, профессор в детстве народной велики защиты культуры, федеральный дед Российской Академии естественных наук. И один из соорганизаторов нашей конференции Санкт-Петербургский сельскохозяйственных, как Георгий Крыл, это организация, которая очень активно пытается воздействовать на власть с целью проведения и нарушенной политики и развития отечественной науки. Дорогие коллеги, все о всем, что здесь говорилось, я согласен, очень жаль, что Дед Илья Николаевича Смолина, что он бы ни с чем не видел. Сказал бы все то, что почти что я хотел сказать. Среди вот тех вещей, которые начинались издревле и потом ничем не кончались, есть одно замечательное достижение России, России, Советского Союза, которое реализовалось, показало свою замечательную эффективность и потом начало разрушаться. Это фундаментальная наука и образование для России. Потому что наши великие учителя, великие педагоги, начиная от Ломоносова, великие ученые, они заложили правильный алгоритм развития и науки, и образаторов. В том, что-то произошло. Произошло нечто страшное, и об этом я хочу сказать, потому что это не просто событие, это такой вызов, который может привести к параличу вообще всей нашей жизни. Это то, что сделано с реформой образования. Понимаете, во главу было поставлено потребительство. И это страшно, потому что потребительство развращает молодой мозг, и потому что потребительство не дает возможность подняться на соответствующий уровень в духовной сфере. Совершенно. И вот это было заложено, и оно действует до сих пор. Я назову некоторые пресловутые вещи, которые уже у всех на слуху. Это можно следующее. Это так называемый пресловутый единый экзамен, государственный экзамен, подушное финансирование, которое введено в вузах и школах, беспредметность, вместо предметного преподавания предметов, и так далее. Что такое рим? Ведь есть же... Я считаю, что мы виноваты в какой-то ситуации. Может быть, нам не хватило энергии. Ведь тысячи людей возражали против всего этого, выступали, писали письма, обращались, встречались. Значит, мы должны сосредоточиться на том, чтобы найти некий рычаг, некую возможность изменить эту ситуацию. Что такое единый государственный экзамен? Это такой, я бы сказал, генетически модифицированный, модернизированный продукт, который совершеннейший оболванивает, так сказать, молодой мозг. Кроме того, посылы, которые сделаны в этом, так сказать, в этой методике, они отвратительны еще потому, что они вообще лишают нас будущего значительности. Почему это нужно было сделать? Говорят, для того, чтобы снизить коррупцию в вузах, якобы. Но эта коррупция переместилась, устократилась, она переместилась в школу. Почему это нужно было сделать? Якобы для того, чтобы талантливые молодые люди могли учиться в центре. Зачем в центре? Нужно учить на местах, нужно создать условия, для того, чтобы в каждом городе было нормальное образование. Сейчас дистанционное обучение возможно. Сейчас можно привлечь выдающихся ученых, которые будут беседовать онлайн, со студентами, с учениками, и так далее. Ну и так далее, и так далее. Вот это подушное финансирование, это, знаете, вроде минного поля, которое мы тащим с собой на протяжении вот уже нескольких лет, и перетащим в будущее, и которое может взорваться целиком как поле. Я вам приведу один пример смешной, который вот только что произошел. Один из моих преподавателей, принимая экзамен по физике, к нему выходят студенты и начинают говорить по физике. Начинают говорить о том, что такое клон, что такое планирование, и так далее, и так далее. Он вас спрашивает, а в лучшем, какой у вас вопрос? Оказывается, закон кулона. Закон кулона. Он, значит, набрал, в своем мобильнике набрал клон, и начинает отвечать на так вот это, вот это, балл, дешевый этот, простите, он же просто совершенненность, и это вообще, говоря, тенденция обманивания общая. То, что мы имеем сейчас студентам, ведущих вузах, вузах наутоемных, это некий ужас, потому что они не изучают математики, толком не изучают физики совершенно, не изучают химию, они приходят, и мы не в состоянии вообще как-то их вытащить из этой потенциальной ямы. Поэтому нужно сделать нечто срочное, необходимое, для того, чтобы вот эту порочную тенденцию прекратить. У нас было первоклассное образование, ведь сами организаторы вот этой системы, они прямым экспериментом доказали полную несостоятельность системы и свою полную профессиональную непригоду, если угодно, я прошу прощения за такие слова. Потому что Россия была на одном из первых мест. Во время, когда был запущен спутник, вы знаете, что были разговоры на уровне, так сказать, высших лиц государств. Кеннеди, в частности, говорил о том, что анализ показал, что благодаря первоклассному образованию России это оказалось в угольных делах. Мендерс в Париже на совещании на, говорил о том, какой у нас замечательный назватель, какой колоссальный револок полик совершал на Россию благодаря образованию и благодаря фундаментам. И сейчас это все стараются зачеркнуть. И непонятно как. Понимаете, всем ясно, что это порочит. Всем ясно, что если броневичок двигается в пропасть, то сколько бы вы не прихорашивали проводницы, не мазали маслом колеса, вы все равно там будете. И для того, чтобы туда не попасть, нужно перевести стрелки. И это нужно делать немедленно. Иначе мы придем в будущее вот с этим минным полем бездарных, необученных, тупых людей, которых мы сами создали. Говоря о подушном финансировании, это вот страшная вещь. Она, конечно, ее легко экономизировать, потому что сколько преподавателей, на преподаватель приходится студентам. Но нельзя на это идти. Я кончал когда-то сельскую школу, у нас было 7 человек. И после этого я потом смог поступить в университет, потому что нас прекрасно выучили. Сейчас больные, обездоленные, в значительной степени демографической ситуации связанные не совсем такие энергичные, здоровые, сильные дети, как были когда-то. тем более, о них нужно заботиться, их надо любить. И нужно, чтобы мы уделяли больше времени. Я сказал почти все, если можно, я вам покажу некоторые просто слайды очень быстро. Вот то, что говорил Князь Кругицкой, это говорит о том, о чем говорим мы сейчас, в прерыве. Можно подняться. Такие жертвы не страшны. Для того, чтобы сделать, так сказать, образование в нашей стране первоклассное. Это легко еще сделать. Следующий, пожалуйста, мы можем выяснить. Бернацкий, то же самое. Следующий, пожалуйста. Вот что говорил почетный президент нашей линии Борис Петрович Роженбаум. Уровень науки, в том числе фундаментальный, имеет прямое отношение к оборудованию способностей и престижу страны. Этот престиж нужно поднимать. Вот я счастлив, что сейчас в этом зале мы еще живем и мы, так сказать, энергично возражаем против всего этого безобразия. Мы можем еще возражать, потому что если породистого скакуна не кормить, то он в конце концов превращается в клячь, а потом помирает. Значит, нужно найти возможности в государстве, чтобы восстановить нормальный алгоритм образования. Что должно быть по образованию? Образование в первую очередь должно быть нравственным, для этого необходимо воспитание. Оно полностью исчезнет из образования. Общий наступ средний обязательный, высший кодекс. Это тоже защитный средний бесплатный. Бесплатного ничего не бывает. Это так уж для простоты. Это образование за счет наших средств, за счет средств налогоплательщиков. Налогоплательщик кричит, мы хотим верить образованных и нормальных людей. Значит, нужно поставить приоритет таким образом, чтобы это было одним из главных приоритетов. Это действительно один из главных приоритетов. Дальше, оно должно быть базовым, то есть высокий уровень для всех. И оно должно быть фундаментальным. Потому что рост знаний, особенно в наше время, настолько фантастичен, что нельзя частные вопросы излагать, надо их научить мысль. Нужно дать им руки удочку, чтобы они могли получать знания. И самые устойчивые, не меняющиеся, так сказать, вещи, это фундаментальные вопросы. Следующий вопрос. Наука должна быть еще потеряжающая развитие. У нас сейчас еще есть масса, я когда-то в губернаторском совете занимался анализом, что в Петербурге находится выше мирового уровня. Есть достижения на уровне почти внедрения, выше мирового уровня. Вот эти вещи и надо в первую очередь поддерживать, с тем, чтобы у нас появилось, так сказать, производство, опережающее мировое уровень. Быть фундаментальным и служить обществу, это очевидно. Следующий, пожалуйста. Вот я хочу вам привести один график. Это делалось в 2000 году, в 1996. Вот о финансировании долларов, тысячи, миллионов, миллиардов, 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 тридцать, около тридцати было в России, Россия была на втором месте в доме. Вот где она в 2000 году оказалась, понимаете, между Турцией и Чили, а сейчас еще падает. Но так же нельзя, надо, значит, как-то изменить, потому что иначе нет будущего. Мы не поймем вообще, в конце концов, если так будем себя вести, от чего помрем. Потому что так быстро меняется, так сказать, жизнь, и так быстро появляются различные вызовы, что необходимо обладать, так сказать, знанием, для того, чтобы в этом буду расследовать. А научные школы, у нас были замечательные научные школы, это было особое качество, это было коллективное творчество, это были замечательные вещи, так сказать, эти научные школы разрушены. У нас сейчас противопоставление молодых и старых, а нужно было объединить. Все, сейчас один еще от него я бы все отвечал. Пожалуйста, следующее. Реформа образования по кузьминому простите меня социальные условия несовместимы с жизнью образования. Я извиняюсь за такие слова. Дуракратия в науке образования не оставляет времени на сам процесс. Все, кто в образовании, понимают, что мы без конца отписываемся и не понятны ничего. Авторы реформ собственноручно и экспериментально доказали абсолютно разрушительный гравитый реформ, продемонстрировав полную префлю приходит. Извиняюсь за резкие слова. Спасибо за резкие слова. Извиняться не надо, просто регламент. Все, спасибо. Спасибо вам огромное.